Всем привет, с вами Давилович. Сегодня новый обзор. Сегодня мы вновь разговариваем про бюджетный СЗИ накопитель от компании ADATA. Это моделька SU650, объемом 480 гигабайт и окончание 480 GTR. Погнали! Первое, что хочется сказать, это после выхода ролика на версию 240 гигабайт, есть такие мнения, что GTR на конце означает, что это версия ритейл. То есть вот такая вот упаковочка. А GTC это типа там ColorBox и так далее. То есть это у нас такая довольно обычная стандартная коробка, в которых поставляется SSD. Я все-таки не соглашусь, наверное, с этим мнением. И все-таки я считаю, что здесь уже обновлены SSD накопители, причем даже по дизайну это можно увидеть. То есть наклейка уже другая, все шифты используют здесь другие. Ну и конечно же другое железо. К сожалению, я не могу вскрыть данный накопитель, потому что я тогда лишусь гарантии. Adata всегда делала различные устройства, причем по цене относительно низкие. И это всегда привлекало покупателей. Но Adata старается, выпускает новые и новые устройства. И у меня на канале достаточно много SSD накопителей именно бренда Adata. У меня к нему в принципе претензий нет. Делают нормально, хорошо. Но как можно знать, то есть сами они SSD диски не производят, как не производят и контроллеры, и чипы памяти. То есть все это дело у нас заимствуется от других производителей. Версия SU650 это у нас бюджетные SSD накопители. В принципе они сами по себе нормальные, и их смело стоит рассматривать для вашей покупки. Ну что друзья, давайте перейдем к распаковке, посмотрим что лежит внутри, а потом сделаем тесты. Накопитель Adata SU650 у нас поставляется вот в такой вот бумажной коробке с пластиковым блистером, где лежит сам накопитель. Ну это по типу сделано от сандиска. Ну и собственно 3D NAND 480 гигабайт, Adata SU6 гигабит в секунду. Вид на сам накопитель полностью, то есть со всех сторон, кроме обратной. Ну и все. На обратной стороне у нас куча-куча-куча разных языков. Имеется русский твердотельный накопитель стандарта 2,5 дюйма со встроенной коррекцией ошибок ECC и технологии выравнивания износа. Совместим с SATA. Ну собственно ничего здесь особенного нет. Максимальная производительность, скорость чтения до 520, скорость записи до 450. Сканируйте код, переходите на сайт и смотрите подробности. Наклеечка с моделью нашего накопителя. Ну и собственно, 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 все. Больше здесь особо отметить нечего. Итак, для того, чтобы открыть данную упаковку, у нас имеются вот такие вот здесь пунктирные прорези. Поэтому давайте попробуем открыть по ним. Но что-то мне подсказывает, что у нас это не получится. Я привык такие упаковки просто ломать. Ну так и есть. То есть, все это дело у нас довольно-таки сложно будет открываться. Давайте немножко-немножко поможем накопителю. Прорежем эти прорези. И после которых уже можно будет нам что-то здесь рвать и открывать. Ну, собственно, внутри также имеется какая-то информация. Все это дело у нас плохо оторвалось. Ё-моё, что ж такое-то? Ну и давайте доставать наш SSD-накопитель из этого плена. Все, достали. Внутри у нас также имеется информация о гарантии. Еще-еще-еще что-то там. Все, больше здесь ничего особенного нет. Собственно, бюджетная недорогая упаковка, как и, собственно, наш накопитель. Берем наш накопитель в руки. И он у нас гибридный. Вверх у нас из дешевого матового пластика. Нижняя часть у нас полностью металлическая. Ну и крепление все осуществляется сразу напрямую здесь у нас в металле. Итак, смотрим. Гарантийная пломба у нас имеется, которая закрывает один из винтов. Открытие даже не винт, а вот такие вот заклепки. То есть винтов здесь нет. Чтобы вскрыть, нужно будет там что-то все-таки отгибать. Поэтому вскрыть не получится. На лицевой стороне у нас дизайн компания Data, который не менялся уже куча-куча-куча лет. И я считаю, что дизайнер компании Data нужно тоже увольнять. Так же, как и от Silicon Power. Потому что, ну что вот здесь хорошего в этом данном дизайне? Ничего. Вообще, на лицевой стороне, я считаю, наклейки либо не нужны вообще, либо нужно делать не наклейки, а принт. То есть именно печатать на самом пластике, металле, там еще что-то. И гораздо эффектнее, несимпатичнее выглядит. Собственно, на обратной стороне у нас все те же характеристики. Наменование модели, полное именование модели, код и так далее. Сделано все это в Тайване. То есть если мы данную наклейку удалим, то лишимся гарантии. Поэтому не удаляем никакие наклейки с накопителя. И уж тем более аккуратно относимся к наклейке гарантии. Гарантийной наклейке пломби. Такой вот с голограммой красивой и так далее. Ну, друзья, на распаковке все. Давайте переходим к тестам. Накопитель SU650, а дата на 480 гигабайт установлен. И давайте проведем его инициализацию. Для этого зайдем в управление дисками. Инициализируем наш накопитель. Создадим простой том НТФС. И после форматирования сразу приступаем к тестам. Первым делом это у нас SSD Live Pro. И смотрим, что же она нам показывает. Накопитель у нас нормально, корректно определился. Но ни здоровье, ни время работы, ни количество записанных данных здесь не поддерживается. Включение всего 5. Это нормально для бюджетного накопителя. Давайте смотреть, что у нас дальше. Ну, а далее запускаем утилиту Crystal Disk Info. И смотрим, что же у нас здесь она покажет. Выбираем наш накопитель 36 градусов. По смарту, в принципе, я каких-то отклонений здесь не вижу. Все в порядке. Включение всего 5. Общее время работы 0 часов. Ну и так далее. Все. Здесь тоже у нас нет ничего особенного. Нет ничего интересного. Поэтому далее запускаем утилиту Crystal Disk Z. И смотрим. Контроллер и нано-память у нас здесь не определились. Все остальное мы, в принципе, уже видели. Далее запускаем утилиту Crystal Disk Mark. И посмотрим, какие скорости нам покажет данный накопитель на абсолютно пустом чистом диске. В 5 прогонов по 1 гигабайту. Погнали. Тест завершился. И мы с вами видим очень хорошие показатели. Если скорость чтения у нас получилась ощутимо выше, чем было заявлено, то скорость запись у нас полностью подтвердила заявленной 450 мегабайт в секунду. Дальше запускаем HD Tune и смотрим, какие у нас скорости будут на этой утилите. Также тестирование на чтение. Выбираем наш накопитель и запускаем. Тесты завершились. И здесь, в принципе, нормальные показатели для бюджетного накопителя. Далее запускаем случайный тест на количество операций в секунду. И смотрим, что у нас здесь. Очень достойные, очень хорошие показатели. Все супер. Давайте делать дела дальше. Запускаем ASSSD Benchmark. И смотрим, что же он нам покажет на этом тесте. Выбираем наш накопитель и запускаем. Тесты завершились. И здесь мы видим огромную разницу по скорости записи. Последовательной записи по сравнению с Crystal Disk Mark. Я не знаю, с чем это связано. Почему у нас получилась такая цифра. Поэтому я предлагаю запустить тест еще раз. И заново все проверить и посмотреть. Но нет. Ничего здесь не меняется. Скорость, блин. Также на низком уровне. Ну и после второго тестирования у нас ничего не поменялось. Скорость все такая же низкая на запись. Очень и очень странно. Потому что я такого еще не встречал. На тех всех накопителей, которые у меня были. И которые я тестировал данной утилитой. Далее, друзья, запускаем утилиту на поведение SSD диска в различных сферах. И смотрим, что получим. И здесь SSD накопители показывают очень достойные результаты для своей цены. Прямо очень. Так, с этим понятно. У нас остается тот диск бенчмарк. И теперь запускаем его. И смотрим его результаты. Ну и вот результаты достойные этого бюджетного накопителя. Все, друзья. С тестами мы с вами определились, завершились. Это все синтетика. Нам нужны реальные цифры. И для этого мы сейчас... Опа! Это у нас сигнализация о том, что у нас температура накопителя повысилась. И сейчас наравняется 54 градуса. Накопитель греется. Учитывайте это, если для вас это важно. Но я очень сомневаюсь, что стоит на это вообще обращать внимание. Ну нагреется он у вас до такой температуры. И что дальше? Вы же не будете сутками на него копировать терабайты данных. Потому что он не предназначен для этого. Если вас это не устраивает, берите серверный SSD и переплатите кучу денег. Ну а для домашних и бытовых, да и не знаю, рабочих моментов SSD будет достаточно. Обычного, простого. Например, этого. Итак, открываем наш накопитель и копируем на него папку объем 26 гигабайт. Итак, копирование стартануло у нас с отметки 400. Упало до сотни. Поднимается до 420. И смотрим, что у нас будет дальше. Когда у нас оно переполнится? Когда у нас скорость начнет падать? И будет ли падать вообще? Пока все в порядке. И копируют очень быстро. То есть 400 мегабайт в секунду копирование это достаточно хорошо. Ну, грубо говоря, 415-420 в среднем. Ну что, SLC кэш по заявлению производителя здесь работает хорошо. И пока я не вижу каких-либо проблем. Все, первое копирование у нас завершается на отметке 420 мегабайт в секунду в среднем. Запустили второе копирование. И смотрим, будут ли у нас какие-то просадки по скорости записи. Пока ничего такого. Все ровно в среднем 420 мегабайт в секунду. Ну и второе копирование завершается точно так же хорошо. Точно так же без проблем. Ну и для закрепления результата давайте запустим третий тест. И посмотрим, что у нас будет здесь. Третье копирование тоже без изменений ниже 400. Скорость у нас не опускается в среднем 410-420 мегабайт в секунду. Друзья, а вот и мы нашли просадочку. На пятом копировании у нас в самом начале скорость падает до 100 мегабайт в секунду. И да, у нас получилось. Все-таки здесь буфер есть. Он переполняется. И переполняется достаточно долго, я вам скажу. Но скорости, которые мы сейчас видим, уже не так хороши, как хотелось бы. Но не забывайте, что такие операции, копирование таких больших объемов данных, вы вряд ли будете делать. Вот сами представьте, для чего вам копировать, например, 120 гигабайт. Что такое может произойти, что вам потребовалось копировать на SSD диск 120 гигабайт. Я сомневаюсь, что это возможно, что разово вы сможете такие данные, захотите такие данные копировать. Но если вам потребуется, вы можете увидеть результат, который вы получите. Но в остальном, это отличнее SSD с хорошими скоростями. И с очень хорошей скоростью записи на реальном копировании, пока буфер не будет переполнен. Ну что, вот мы с вами видим 90-180 мегабайт в секунду. То есть, все эти цифры средние, они буквально сейчас равняются скоростям жестких дисков. И даже при этом, если вам потребуется копировать такой большой объем данных, тут, в принципе, никакого дискомфорта нет. То есть, скорости вы получите, как у жесткого диска. Ну, самое главное, не медленнее. Поэтому, друзья, сейчас не будем ждать завершения. А сразу запустим CrystalDiskMark и узнаем тест скорости чтения после переполнения. Вот у нас появлялся небольшой рывок. Не знаю, с чем он связан. Видимо, что-то высвободилось в буфере. Но, друзья, завершаем. Сразу запускаем CrystalDiskMark. Смотрим, у нас 29% заполнено. 128 гигабайт. И в 5 прогонов по 1 гигабайту запускаем тест. А вот сейчас, друзья, мы с вами видим уже те скорости, которые получились после того, как буфер был переполнен. Если к скорости чтения претензий нет, то скорость записи у нас значительно упала. Последовательная скорость записи до 110 мегабайт в секунду. И теперь я понимаю, почему AS-SSD Benchmark у нас показывал именно эту скорость на своих тестах. Видимо, там есть какие-то фишки, которые могут этот буфер заполнить. После чего мы видим с вами реальную скорость записи. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Друзья, вы сейчас все увидели сами. В накопителе используется 3D TLC NAND память. Память, какая, к сожалению, я вам сказать не могу, потому что не вскрывал данный накопитель. И если посмотреть на скорость чтения записи, то, в принципе, все здесь совпало с тем, что заявлял производитель. Несмотря на то, что 450 на запись было заявлено производителем, и по сегодняшним меркам это все-таки низковато, скажем так. Несмотря на то, что порог SATA это у нас 550-560 мегабайт в секунду, то ниже 500, но сейчас мало кто делает из производителей со скоростями ниже 500 мегабайт в секунду на запись. По крайней мере, они об этом заявляют и стараются ниже не заявлять. Ну а дата этого не боится. Это у нас бюджетный накопитель. Здесь за него все говорит его цена. Цена на этот SSD диск. Ресурс у данного накопителя 280 терабайт на запись. И этого очень много. Вот реально, этого очень много. И вообще можете просто не париться про его ресурс. Вы просто не сможете его забить при обычных бытовых задачах. Просто не сможете записать на этот SSD диск в период меньше чем 3 года 280 терабайт данных. Это вам, я не знаю, вам нужно копировальную какую-то станцию и постоянно что-то копировать, копировать, копировать на него. Ну конечно же, вы этим заниматься не будете. Поэтому можно смело покупать и он прослужит вам гораздо дольше, чем гарантия в 3 года. В накопителе используется достаточно простой контроллер Silicon Motion 2258. И я ничего сверхъестественного от этого SSD не ждал. Я ждал, что он покажет то, что заявляет производитель. Но самое главное, это конечно же реальное копирование больших объемов данных. И вот что получилось. Копирование началось с отметки 420 МБ в секунду. И в принципе достаточно долго на этом уровне держалось. И лишь после 125 ГБ записанных данных у нас скорость падает до примерно 90-100 МБ в секунду. И это все равно достаточный уровень, даже после того, как пуфер у нас опустошился. То есть накопитель просто стал записывать со скоростью, как обычные жесткие диски. И в этом у меня к нему претензий нет. Потому что просто как часто вы будете копировать больше 120 ГБ? Вопрос. И я думаю, вы тоже на него не сможете ответить. Хотя вы ответите. Возможно даже никогда. При бытовом использовании вы просто не столкнетесь с такими проблемами. А соответственно скорость у вас не упадет. В целом, друзья, накопитель мне понравился. И я смело рекомендую его к покупке. Купив его, вы не пожалеете. То есть вы получите то, за что отдали свои деньги. Ничего не переплатив. Потому что стоит он достаточно дешево. Ну а на этом, друзья, все. Если понравилось, лайк. Если хотите новые видео, подписку. И вступаем в группу ВКонтакте. Пока-пока. Кстати, данный накопитель я купил в интернет-магазине Online Trade. Ссылка будет под этим видео. Переходим, смотрим, сравниваем и покупаем.